Пэд и барабаны. Дело в том, что очень много преподавателей советуют, например, год сидеть с пэдом, поставить руки и только потом, так скажем, пересаживаться за барабанную установку. В этом, конечно же, есть смысл, потому что с непоставленными руками, конечно же, бессмысленно заниматься за самой барабанной установкой, потому что мы будем привыкать к тому, что мы играем неправильно и чаще всего это приводит к каким-то деструктивным выводам, деструктивным последствиям. Но в целом я все равно рекомендую как-то чередовать занятия с пэдом и занятия с живой установкой. Почему? Потому что, во-первых, занятия с пэдом это комфортная, так скажем, обстановка, комфортная зона. То есть вот он у нас находится между ног, грубо говоря, да, лежит, и мы, соответственно, сидим, работаем в удобной постановке. Во-первых, пэд это все равно по ощущениям не то же самое, что и малый барабан. Как минимум малый барабан, скорее всего, будет иметь меньше отскока. Во-вторых, это шум. То есть люди, которые начинают играть на барабанах с самого нуля, они, возможно, и понимают, что барабан это довольно шумный инструмент, но не понимают, что к этому шуму со временем нужно будет привыкать. И, в принципе, чем раньше ты будешь себя к этому готовить, тем лучше. То есть занятие на живой установке, она готовит тебя ко всем вот этим вот шумовым каким-то нагрузкам на уши. Плюс ко всему, опять же, да, разница между пэдом, разница между живым барабаном, это понятно. Я также хотел бы сказать пару слов про неэстетичное положение ваших рук. То есть когда мы играем переходы по томам, те же самые, это уже не та же самая позиция, как мы работаем на пэде. То есть на пэде у нас все вот так, а здесь уже руки начинают выпрямляться. И, в принципе, у нас позиция может поменяться там с немецкой на французскую, например, или на какую-нибудь гибридную. С напольным томом у нас получается вообще выворот рук как бы в другую сторону. То есть вот эти вот разные моменты, которые позволяют выпрямлять руки и работать в абсолютно непривычной обстановке, оно тоже должно потихонечку присутствовать на самых-самых первых этапах. Не обязательно сразу играть какие-то сложные вещи. Важно вот просто садиться за установку, пристреливаться, пытаться что-то нажимать, куда-то бить, с чем-то как бы знакомиться и так далее. Понятно, что без фанатизма совсем отрицать постановку рук на пэде тоже не имеет смысла. Но параллельно желательно все-таки как-то вот с живой установки это дело чередовать. Плюс ко всему, опять же, та же самая постановка ног. Ее, конечно же, лучше сразу делать на живой бочке, да, с настоящими педалями с хорошим сопротивлением.